Да неужели такое случилось? Да случилось. И вот ни за что не верилось. В самом хамоватом с точки зрения водительской этики города планеты Земля начали соблюдать правила. Нет, конечно, если бы не закон, позволяющий на месте изымать номерные знаки, а затем через день буквально таранить машину автохама на штрафстоянку с выплатой крупного штрафа, это бы не случилось. Этого бы не случилось, если бы магнитогорская полиция не взяла соблюдение закона под свой жесткий контроль. И вот радость-то. Сколько распальцованных маржориков-то пообломалось. Сколько дамочек с плеером, с веером, без мозгов естественной и без навыков вождения сдулось. Вах, я наконец-то увидел изможденные выплаты сумасшедших кредитов, рожи владельцев кукурузеров, бобиков от фольксвагена и прочей пластмассовой билиберды. Кто-то, естественно, пытался плавить, сыгнуть и сопли пузырем пускать, доказывая свое центропупие. Но и у него забирали номера. Да, но большинство и это радует. Будучи пойманным с поличным, включало недюжие навыки. И меня порадовало то, что руки-то есть. Руки тонировка снимающие. Конечно, целлофан сдернуть это только начало проблемы. Дальше надо будет клей смывать. Но все равно, ляпота. Ведь можем, когда заставят. Теперь осталось заставить себя парковаться по правилам и не борзеть на дороге. Если, первых, мы с удовольствием вам скоро продемонстрируем, возьмем камерку и проедемся по проходным, то вторые будут вечными любимцами автожестянщиков и авторазводчиков, поставщиков запчастей. Потому как вбить в мозг со спаянными нейронами информацию о том, что средняя скорость передвижения по городу 15 км в час и разница по времени между несущимся бараном и грамотно перемещающимся специалистом по времени прибытия от пункта А в пункт Б максимум 2 минуты. Как-то не получается. Продолжение следует...